Сибирская генерирующая компания Для города и всего Алтайского края И сегодня у нас в гостях начальник управления внешних связей Алтайского филиала СГК Екатерина Терешкина Катя, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, почему вообще решена Есть такая идея проводить Дни открытых дверей на ТЭЦ Я знаю, что это уже второй год вы проводите И в принципе по регионам это какая-то мода Зачем это делается? Ну, наверное, это не мода Вообще мы довольно часто проводим экскурсии на станции Но в основном их посещают учащиеся Представители разных предприятий города А тут появляется возможность Завершился отопительный сезон, начало лета И появляется возможность открыть, по сути, двери Для всех желающих, двери станции Чтобы они узнали о том, как производится тепло, электроэнергия Ну и еще одна дополнительная приятная возможность Это провести время на интерактивных площадках Которые развернуты на территории перед станцией Это, собственно, площадки арт-фестиваля Это различные площадки для детей, взрослых То есть такая познавательная, развлекательная история Да, да, да А кто сможет принять участие? Принять участие могут все желающие Кто находится в этот день в городе Барнауле Это и, в общем-то, семьи Это и молодежь Это люди старшего возраста Мы рады всем Единственное, есть небольшие нюансы Небольшие ограничения в части экскурсий Если позволите, немножко остановлюсь подробнее Конечно, да Экскурсия на производственный объект Объект опасный Поэтому есть ряд требований, которые необходимо соблюсти Для того, чтобы туда попасть Прежде всего, это, конечно, наличие документа, удостоверяющего личность Потому что все гости станции Они обязательно должны быть зарегистрированы в специальном журнале Они должны пройти, пусть краткий, но инструктаж по безопасности И, конечно, еще один нюанс Это возраст наших гостей Самых маленьких гостей Я подумала, документы все-таки это касается совершеннолетних А дети каким образом? Дети Мы, конечно, призываем родителей У кого ребятишки еще совсем маленькие В возрасте до 6 лет Позволить им наслаждаться праздником на интерактивных площадках Для детей действительно будет очень много интересного и увлекательного А ребятишки старше 6 лет Мы будем рады их принять на станцию И, конечно же, в сопровождении взрослых До 16 лет Мы тоже просим родителей отнестись с пониманием Что все-таки нужно детей сопроводить на эти экскурсии ТЭЦ-3 достаточно отдаленная площадка Даже вот для жителей города Добраться туда непросто Каким-то образом будет осуществлен подвоз Как туда доехать? Да Мы предусмотрели трансфер для наших гостей Конечно, и для автомобилистов будет возможность Разместить свой автомобиль на парковке Но мы всегда понимаем, что на таких массовых мероприятиях Этих парковочных мест всегда не хватает Хотя мы предусмотрели там дополнительные парковки Поэтому мы, конечно, призываем всех, кто захочет посетить наши мероприятия Воспользоваться трансфером Он будет организован от торгового центра «Арена» на Палском тракте Прямо под видеоэкраном будут располагаться автобусы И они будут привозить наших гостей на ТЭЦ-3 Они будут курсировать в постоянном режиме Начиная с половины пятого до 11.30 вечера Соответственно, могут люди приехать и к самому началу мероприятия И по завершению развлекательной программы Спокойно уехать и уже оттуда отправиться К тем транспортом, которым удобно Своим автомобилем или общественным транспортом Если он еще ходит к этому времени Екатерина, я начала говорить Вы вкратце уже рассказали немного О каких-то основных моментах, которые ждут гостей Какая праздничная программа? Чем отличается от прошлого года? Что интересного вы приготовили? Ну, сразу скажу по времени Что экскурсии у нас, как вы уже сказали Будут проходить с 5 часов вечера до 8 часов вечера А праздничная программа, она будет более длительной То есть она начнется у нас также в 5 часов вечера И завершится уже в 11 вечера Будут и фестиваль детских творческих коллективов Будут различные интерактивные площадки Для детей и взрослых Это будут мастер-классы Это будет аквагрим Будет парад диджеев Будет, как в прошлом году, конкурс аэрографии Уникальные фотозоны у нас в этом году предусмотрены Это 3D-фотозоны Я думаю, что мало кто из барнаульцев Вот смог себя запечатлеть в такой фотозоне Вот на этом мероприятии такая возможность будет Будут различные спортивные площадки В общем, будет много-много чего интересного Но и кульминацией мероприятия станет концерт Легендарной группы Иванушки Интернешнл И праздничный салют Я знаю, что не только Иванушки Интернешнл К вам приедут в гости К вам еще приедет удивительный гость Я так полагаю, с дорогой планеты Которого называют «Энерготриксик» Расскажите, пожалуйста, кто это такой В этом году, как раз вы спрашивали Чем еще отличается этот фестиваль от предыдущего Мы объявили конкурс на корпоративного героя Сибирской генерирующей компании И получили на него порядка 30 работ От барнаульских детей, подростков Каждый из них представлял свое видение Как должен выглядеть этот герой Но наше сердце жюри Корил как раз этот «Энерготриксик» Это такой желтый, пушистый зверь И очень трогательное было описание К этому герою Там 12-летняя девочка из Барнаула Вот Елена, она придумала этого героя И описала, что он такой желтый, пушистый Он символизирует собой солнце, свет, тепло И что, по сути, это такой домовой тец Его никто не видит Но он обо всех заботится В каком виде он предстанет на празднике? Это будет ростовая кукла Все желающие ребятишки смогут Взрослые с ней сфотографироваться Мы надеемся, что он станет таким украшением Этого праздника Ну и самое главное, что я запомнила Из описания к этому герою Что он не просто такой умный, красивый, милый, замечательный Он еще и помогает людям Всегда старается помочь людям Мне кажется, это роднит триксика энергетиков И вот мы надеемся, что Наши жители, наши потребители Они будут обязательно чувствовать Екатерина, безусловно, вы подводили итоги Подобного праздника в прошлом году Вот в первую очередь, сколько людей посетило Насколько это вызвало интерес И что это вам дает? Это привлекает каким-то образом интерес И делает вам какой-то потенциал кадров на будущее? Или что? Какие цели вы преследуете? Ну, сначала скажу о количестве гостей В прошлом году, по оценкам полиции, у нас было порядка 6 тысяч гостей От тех людей, которые посетили фестивальную площадку и станцию Непосредственно на экскурсии побывало 1300 человек Это тоже такой рекорд посещения энергообъекта Таким количеством людей Что это нам дает? Прежде всего, это акция просветительская Потому что мы, конечно же, хотим, чтобы наши жители Они знали о том, где производится тепло Что это такое Чтобы они увидели масштабы производства Чтобы они познакомились с людьми Которые эту вахту несут круглые сутки 365 дней в году И вот этой акцией мы преследуем прежде всего эту цель Но если кто-то вдохновится энергетикой Захочет ее изучать, получить соответствующее образование И работать в этой сфере То мы будем только рады Потому что мы не просто рады коллегам, которые к нам приходят Но когда это интересно молодежи Ну и профессиональным людям мы рады вдвойне Итак, на ТЭЦ-3 в субботу Давайте еще раз явки, пароли проговорим Чтобы люди знали, куда и во сколько приезжать Да, на Барнольской ТЭЦ-3 в субботу Начиная с 17 часов вечера Начнется программа Дня открытых дверей И арт-фестиваля потепления До 8 часов вечера будут проходить экскурсии В режиме нон-стоп А до 11 часов вечера основная программа Которая завершится концертом и праздничным салютом Людей обратно, естественно, отвезут До той же точки, откуда и взяли Спасибо, Екатерина, огромное Действительно любопытное мероприятие И, насколько я помню, действительно вызвало интерес Наши корреспонденты приезжали и смотрели И у детей, и у взрослых И все-таки режимный объект Попасть туда не так просто И, я думаю, полезно Спасибо, это была программа «Наше время» Мы сегодня беседовали с Екатериной Терешкиной Начальником управления внешних связей Алтайского филиала СГК С которой встретиться мы сможем в эту субботу На ТЭЦ-3 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok